Уязвимым элементом системы международной безопасности стала информационная сфера. Вы видите, даже в Украине впереди идет информационная борьба, информационно-психологическая. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре шапка горит. Кто первым об этом закричал и прочее. Понятно, что в украинской стране надо было скрыть эти три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибло. Поэтому Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же видно все. И вы видите, какую аккуратно, осторожную позицию заняли Соединенные Штаты Америки. Обязаны дать им должное. Они сразу сказали... Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться. С чего бы это? Подумайте, с чего бы это. Поэтому информационно-психологические операции, противодействие им... Александр Григорьевич может поделиться нашим опытом. Мы очень серьезно этим занялись. Пытаемся нарабатывать эти мероприятия. И вместе с Александром Васильевичем Бортниковым немало сделали в этом плане, чтобы противодействовать против этому. А противодействовать на свою повестку выдвигать. Страны ОДКБ, наши страны непосредственно находятся под прицелом вот этого давления и этого оружия. Опасного оружия информационного. Которое все время создает внутри нам проблемы. Вот недавно попытка. Ну, насколько я владею ситуацией в Кыргызстане. Молодцы, ребята, справились. В зародыше справились. Не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы. Я отдаю дань уважения. Но, видите, пытаются качать, качать. Ну, отстаньте вы от Кыргызстана. Они начали подниматься с колен. Ну, пусть развивается страна. Кому она проблемы создает? Никому. Но, тем не менее, качают. А вы думаете, что Кыргызстан качают просто так? Мы это видим? Нет. Чтобы подобраться через Кыргызстан к Казахстану снова. Как через Россию к Китаю. Обратите на это внимание на всякий случай. Особенно в Казахстане. Спокойно жить не дадут. Еще раз говорю. Нам надо до конца выстроить вот этот процесс и совершенствовать систему кризисного реагирования. По-настоящему выстроить. Это задача наших спецслужб и правоохранительных органов. Руководство аппаратов Советом Безопасности государств, членов УДКБ, играют в данном вопросе очень важную координирующую роль. Больше скажу. Это ваша работа. Это ваша сфера ответственности. Поэтому договаривайтесь, принимайте решение, вносите предложение на утверждение глав государств. Не думаю, что здесь будет какое-то торможение. С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 1935 года. У нас до 1925 года. Если это концепция, надо выстраивать до 1935 года. Думаю, что комитету секретарей Советов Безопасности и в целом УДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработком соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента. Это важнейший вопрос. Вы знаете, я все больше думаю о том, что нам надо провести ревизию всего того, что у нас есть в УДКБ. Это относится и к Евразии, и даже к Союзу Беларуси и России также относится. Надо посмотреть, что нам надо, что не надо. Надо отбросить то, что мы там понаработали, понаписали, и то, что не может и не будет никогда работать. И оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам. Все там прописать железобетонно и договориться, что в случае характера конфликта такой, реагирование такое, ну как, допустим, Азербайджан, Армения. Как реагировать? Нигде не прописано. То же самое на границе Таджикистана, Кыргызстана. С учетом реалий надо все прописать и железно договориться, что в таком-таком случае мы действуем вот так и так. Надо ревизию проводить. Очень много приняли решений, которые не работают и работать не будут. В связи с этим нужна ревизия. Но нужны предложения, как потом будем действовать. Все равно когда-то мы этим займемся. Вот я хочу предложить, забегая вперед президенту России, выстроить программу действий из опыта Советского Союза. Вы помните, мы под гнетом были. Никто нас не жаловал. Нас пытались удушить. Но мы в каком-то отношении, замкнутые в своих границах, прекрасно работали. Мы были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия, мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными. Чтобы нас через доллар, еще через какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства. Прежде всего, Россия и Беларусь, коль мы оказались в одной лодке. А так мы все время чего-то делаем и оглядываемся. То на восток, то на запад. Как нам жить дальше? И можем ли мы жить без востока, без запада? Надо использовать опыт прошлого, чтобы обеспечить жизнь нормальную в будущем. Нашего пространства. Потому что у нас единый экономический рынок. Да и куда денемся? И на сегодняшний день единое оборонное пространство. Вот этим же примерно мы и руководствовались, когда предлагали вам приоритеты белорусского председательства ВДКБ. Нас услышат, если мы вместе, единым фронтом выступим с миролюбивой и справедливой повесткой в нашем регионе евразийском. И подключим к этому процессу, если этого хотят, ШОС и БРИКС. Тем более, что многие страны и там, и там участвуют наши. Беларусь, как председатель ВДКБ, готова предложить максимум усилий для укрепления нашей организации и коллективной безопасности в зоне ее ответственности. Я уточню, если надо кому-то из вас использовать наше председательство, чтобы донести до глав государств и обсудить важнейшие вопросы нашей безопасности, используйте. Мы к этому готовы. Надо понимать, что народная мудрость наша гласит один поле не воин, и только единство делает нас сильнее. И я уверен, что девиз нашего председательства через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности отвечает интересам всех наших государств и не только нас.